3 вечера выставляния этих самых рамок всем остался мне вон тот ящичек него здесь еще под той газеткой что 5 6 то что я до этого не показалось забыл совершенно сказать вспомнила на вспомнил да давно уже по камеру просто взял то что высохшие вот эти маленькие это магазинные рамки а тут обычно бывает чаще всего всякие там детки молодая пчелка потом трудный вот они магазинные рамки поставляла и понимаешь у нас этих магазинных рамок на оставляла вот здесь вот эти самые среди наросты лишняя в общем это вот эти вот соты с медом тут он воск тут часть мозга еще с васяны лишние такой вот то что нет лишний кусочек васяны которые не навощился скажем так на большую рамку ли вот на магазина месяц сижу и мед понимаю что может сказать что вот этот вот воск который пожелал выплюнул пожелал выплюнул высадал из него весь мед и выплюнул живой воск и вот из этого живого воска можно сделать дейзик восковой бальзам для губ восковой с кокосовым маслом ну смысле все это с кокосовым маслом соответственно дейзик шоу бальзам для губ шоу вот для ногтей я вроде как брала в этом году сюда ну где не знаю может и не было она искать найдут у заснимусь не забуду короче говоря вот бывает ваще овощи ну это как бы каким-то завода загадочным для меня образом на в интернете посмотреть здесь вьем делают из перетопленного воска который обычно сдаются кругами такими толстыми но у нас тут нет перетопленного воска чтобы сейчас показать возможно каких-то ранних роликах прошлый год там по за прошлый год может даже еще не на эту камеру на sony фотоаппарат так потому что sony видеокамера есть немало показывала народу ну в общем там перетопленный воск вот из таких вот шкурок по большей части и вы дает чтобы получить потом ващину иногда давать за ващину доплачивается иногда ващину отдельно покупает у нас я вспомнила есть шумоданчик в котором раньше была ващина не знаю как сейчас застань бы и как-то ой и уцепиться ты не за что и помогай иди сюда если думаю прогуляться взбиток народ не поверишь вот она ващина все распаковывать не буду полностью во первых одной рукой неудобно во вторых мало ли помню и вот она уже непригодна даю за ним я вот подумала что как-то мне год уже полтора назад человек заказывал меня дэзик там еще раз заказал вторую половинку забрал скажем так да да в инфобоксе там стабильного ссылки помимо доната и прочего еще и ссылка на заказать делик допустим из торгалась что такой вот аромат там как имбирного пряника стоит из живого воска лишь потом я подумала что реально живой воск морская твоздь живым тот который вот пчел уже сами его нарожали скажем так мы потом медик похавали сплюнули растопили и вот вам живой вот потому что ваще на принципе там уже но она как бы чистый вот без всяких примесей без всякой хрена тени можно сказать уже машины такой воск ну понятно что изготавливается изначально из пчелиного воска но автоматически такой вот уже переработанный конкретно я тут реально живой воск который пчелы у нас в соты на вас силу на эту насадили учета я вот решил тогда снять я эту пил чай кстати остатки был роскошной так очень много кирдык чуть-чуть осталось а там на два раза бы вышла из от лены из минск тире москва с ее какой-то там большой посылки единственный огромный сейчас я попытаюсь найти этот пакетик шею специально тут оставила думаю может там него чё положить можно будет мечта китайского любовника и вот она написала мне мой самый любимый чай мне что-то шел через раз долго шел потом я его сюда в деревне увезла ну выпью а потом родственники которые одна старшими сестра котором я встречала часть вещей мои забрала и моя тетя не мне типа того что заварить нам какой-нибудь чай я понимаю уже сегодня что когда залезла туда смыть пакетик полураскрытый думаю на из лазарь и возможно имели ввиду вот этот какой-нибудь чай свой а я тут взяла и заварила просто черный вообще принял забыл про тачал час пью меня вчера вообще подавчера созрела идея так как японскую сенчу мне в россии видимо не найти нормальную либо я потеряла эти места сенчу но в чистом виде именно не найти потому что сенча с какой-то требухой есть ночевые а ту сенчу которую под видом японская покупала на том же озоне она китайская вообще ну как это может быть японский чай сделаны в китае да в общем не то чтобы подозревать не знаю когда это с вообще сложится но так как кое-кто видимо и снова захочет сладкого а этот кое-кто может живет японии на данный момент бытует и как бы может у меня ну я так поняла есть люди которые в общем он нормальный человек скажем так из серии нормальных людей которые если вы мечтаете и они вам соответственно тоже давят но как-то неудобно таким людям получать просто подарки без отдачи какой-то женского пола и вот я предложила со мной согласились обмен будет сладкого ну помимо там всякого другого изначально подумал что человек бы мне послал сенчу а я бы человеку послала сладкое ибо в японии как-то с шоколадом туго ну вот как я боялась стеснялась сказать потом озвучила что человек согласился внезапно даже как бы ну понимаю так радостно возможно даже подобные мысли были но как бы я не говорю конкретно хочу я тоже такой специфический фрукт можно попасть пальцем неба можно и не туда яблочки кстати с галкинской яблони где-нибудь середине сентября думаю не будут уже более мягкие не сладенькие я потом может если не забуду засниму эту яблоню этот раз про который я говорила что к ней подходила без камеры